Представьте себе летний вечер. Как-то отдаленно, но верно чувствуется, что осень не за горами. Однако пока еще тепло, тепло. Поскольку дело происходит на даче, все сидят на скамеечке перед домом. Уходить, несмотря на поздний час, никто не хочет. Разговор идет в перевалочку, вяло, говорить не хочется. Хочется просто вдыхать ночной, пока еще летний воздух. Вдруг на небе чирк, звезда падает. За ней вторая. Все оживляются, торопятся загадать желание. Кто-то говорит, а рано в этом году звезды падать начали. Да как же, отвечают ему, первые дни августа. Небо вон уже августовское или августовское. Позвольте, да что там небо? Зарплата-то, зарплата какая? Августовская или августовская? Идет ли речь о деньгах или о небосклоне? Слово-то одно. И произносят это слово всякий раз по-разному. А хотелось бы единообразие. В общем, открываем словари. Да, порадовать вас особенно нечем. Увы, есть варианты. А для любителей определенности ничего не может быть хуже вариантов. Впрочем, если хотите что-нибудь одно, смотрите только в словарь ударений. Там нам советуют говорить «августовский» с ударением на первом слоге. Собственно, этот же вариант стоит на первом месте и в орфоэпическом словаре под редакцией Аванесова «августовский». Но здесь нам предлагают еще один допустимый вариант «августовский». Что значит «допустимый»? Это значит, что он тоже в пределах литературной нормы и ошибки особой не будет. Можно даже предположить, как возникло ударение «августовский». Произносить «августовский» не так-то просто. Слишком много слогов после ударного «августовский». Нет, приходится напрягаться, выговаривать. Легче, когда ударение в середине слова «августовский». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова А.Кулакова